В коридорах холодно, на занятиях спасают обогреватели. Отопление в Центре детского творчества «Феникс» отключили еще в пятницу. Занятия отменять не стали. В понедельник на сайте появилось объявление. Родители попросили одевать детей теплее, иначе могут замерзнуть. Моя дочка занимается в колготке, термобелье, вот эти дутые штаны, которые такие зимние, в сапогах, в зимних. Ну, естественно, там маечка, термобелье, свитерок. Вот так вот они занимаются. Температуру выше уличной поддерживают обогреватели. Они находятся в каждой аудитории. Администрация Центра утверждает, что им удалось добиться 18 градусов в спортивном зале и около 19 в учебных классах. Напомним, что по нормам температура для детей младшего возраста должна составлять 21-22 градуса. Самым холодным местом остается коридор. Его обещают утеплить в ближайшие два дня. Не смущает, потому что здесь не так холодно, по моему мнению. Я думаю, что устранят все неполадки. Не испытываем дискомфорта. Ну, конечно, есть дискомфорт. Хорошо, детки бегают. Да, ну вот почему-то у нас уже второй раз, наверное, да, так у них получилось. Ну, перетерпим, куда ждеваться-то. Они бегают им не очень. А когда на занятия идут, преподаватели говорят, чтобы они валили даже курточки. Мы первый раз попали, мы не знали, что такая ситуация. Мы первый раз просто пришли на занятия, когда нет отопления. До этого все было хорошо, комфортно. Вот, мы впервые столкнулись просто с такой ситуацией. Он парень у закаленной, поэтому ребенок не жалуется. Мнение родителей действительно разделилось. Одни идут навстречу центру и готовы потерпеть. Другие боятся, что ситуацию не решат и до следующего отопительного сезона. Никаких комментариев о том, когда дадут отопление, опять же-таки нет. Единственное, что есть обсуждение в чате с родителями, они боятся высказывать претензии, поскольку переживают за то, как на их детях, я думаю, отразится. В переписке в чате выяснилось, что одна из мам, которая переписывалась с нами, у нас человек 20, уже сообщила о том, что ее ребенок заболел, да, действительно, очень холодно в Фениксе. Причина холодов известна. Из строя вышли новые отопительные котлы, которые были приобретены в октябре прошлого года. Теперь их должны заменить или подчинить по гарантии. Сегодня был подписан акт о снятии, о том, что они смотрят по срокам, мы не можем вам ответить, потому что эти котлы делает один завод только в России. На данный момент их, конечно, продажи нет. Есть закон прав потребителей. В течение 45 дней нам обязаны будут сделать поменять. В управлении образования заверили, что ускорит возврат тепла в помещения центра. Мы с подрядчиком будем работать в ручном режиме в данном случае. И договоренность есть. Мы сейчас ждем заключения экспертизы. То есть производитель должен подтвердить для себя, что поломка котлов произошла именно по вине производителя, а не по неправильному, по вине неправильного его использования. В данном случае, как только мы получим заключение экспертизы, она у нас будет, я думаю, в конце этой недели, мы сразу же этот вопрос запустим в работу, и в ближайшее время котлы будут заменены. Стоит отметить, что уже в среду в центре начинаются игровые программы, а с понедельника – неделя каникул. Родители надеются, что за это время проблему решат. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».